Наибольшее количество заболевших гриппом и ОРВИ в Таласской области зарегистрировано среди детей до 5 лет. В связи с этим специалисты Таласского центра санэпидемнадзора и областного центра образования проверили посещаемость в детских садах и в школах области. Рейд показал, что 20% детей уже заболели гриппом или ОРВИ. «Вот уже вторую неделю явка детей уменьшается с каждым днём. Например, если в группе имеется 33 ребёнка, то из них сейчас детсад посещает 17 детей». Обход школ показал, что если в одном классе обучается 27 учеников, то на занятиях присутствует от 15 до 17 человек. Вирусные заболевания усиливаются. Наши специалисты собрали по области всю необходимую информацию не только по школьникам, но и по явке среди учителей. Например, в Бакаятинском районе имеется 876 учителей, из них заболели 109. Всё больше пациентов с гриппом попадают в стационары. Для этого в медучреждениях развернули дополнительные койко-места. Если раньше к медикам в течение недели обращалось до 100 заболевших ОРВИ, то сейчас такое же количество людей приходит в больницы каждый день. «12 декабря в региональную больницу за помощью обратилось 105 заболевших. Они были госпитализированы. Сейчас мы открываем дополнительные койко-места в отделениях хирургии и травматологии. У гриппа несколько типов вирусов и сейчас распространяется один из самых тяжёлых. Поэтому в области вводится 10-дневный карантин». Накануне в Таласе прошло заседание областного координационного совета по управлению здравоохранением. По итогам совещания было принято решение закрыть детские сады и школы на карантин с 14 по 24 декабря. Из-за того, что школы и детские садики не посещают более 20% детей, координационный совет принял решение ввести карантин. Мы считаем это верным решением, с которым согласны и врачи. Таким образом, мы предупредим дальнейшее распространение гриппа и ОРВИ. Тем более, сейчас эти вирусные инфекции проходят в тяжёлой форме. «Отметим, что по данным Минздрава за последнюю неделю число больных гриппом увеличилось в полтора раза. 68 пациентов, обратившихся за медпомощью, составляют дети до 14 лет. На этой неделе в Таласской области процент заболевших дошкалят и учеников приблизился к 30. Мадина Низамова, Кайнар Урмонов, Иния Тергешева, Эльтер, Таласская область.